Димаш, симпатичный, оставьте комментарий и нажмите на колокольчик. Видимость Димаш, которую мы видим сейчас, вероятно, представлена в двойной упаковке манго и черного золота, а его сущность, близкая к его истинному виду, скрыта за черепом и светом. Единственная команда в Китае с беспрецедентной способностью создавать звезды, знает текущие популярные элементы и поймет психологию аудитории. Черное золото, как музыкальная студия, которой давно нет, нуждается в яркой звезде, чтобы вести собственное развитие. Вот они и додумались, вот и нынешний Димаш. У него есть условия певца. Когда он открыл занавес в первый период, все люди поняли, что он драгоценен, что заставило больше людей, которые имели некоторое представление о музыке, сообщать ему большие надежды. Но его ситуация смущает. Манго нужен он, чтобы вести тему. Хочет, чтобы он открыл ситуацию, поэтому он может быть настоящим певцом на данный момент. Он должен научиться использовать свое обаяние, чтобы сначала сделать пудрового художника. Тогда сложно выбрать песню. Аранжировка, вина. Аранжировка. 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 Первое произношение, это нехорошо. Второй русский, как говорят, вызван тем, что чрезмерный прикус задержал ритм для стадии, которая не оценивается по произношению языка, не так ли? Слишком суров. Я не согласен с тем, что сам Димаш – симпатичный импортный свисток без музыкальной грамотности. Я верю, что у него есть собственный опыт и понимание музыки. Однако, когда он молод, он может наслаждаться такой славой и ура. Даже если это кажется немного хвастливым и легкомысленным, сколько людей действительно могут отказаться? Кто-то однажды прокомментировал Вивенли, у нее такая красивая внешность и ей не нужны такие актерские навыки, ей не нужна такая красивая внешность. На мой взгляд, у Димаш то же самое, на него все стороны возлагали большие надежды, но он не свободен в выборе дороги. Я думаю, что перед лицом детского сердца, даже если иногда случается игривый смех, я должен дорожить им, любить его. Я надеюсь, что после того, как он сделал то, что он не хочет делать, он может дать ему эти капиталы и делать то, что он хочет делать до конца своей жизни. Ла-ля-ля вчера отправилась на сцену, чтобы послушать, как поет Димаш. Очень рад, я также встретил его в сторонке. Звук очень приятный и очень магнитный, полностью продвинутый звук, хотя вчерашние лучшие состояния, но когда он поет, высота и дыхание непобедимы. Единственное, о чем я могу думать, это пианино. Иметь возможность пойти к певцу, чтобы испытать звук голоса Бога. Я очень успешный. Оставьте комментарий и нажмите на колокольчик.